здравствуйте сегодня выкладываю очень простой рецепт постного хвороста для теста нам понадобится всего четыре ингредиента мука вода щепотка соли и немного растительного масла воду добавим растительное масло соль и все хорошо перемешаем держу тестомеса выложим просеянную муку добавим подготовленную воду вымешивать тесто будем в тестомесе в течение нескольких минут на второй скорости правильно вымешанное тесто должно получиться гладким эластичным мягким и не липнуть круга придадим тесту форму колобка накроем и оставим для отдыха минут на 20 после того как тесто отдохнет разделим его на четыре равные части каждую часть скатаем шарик раскатаем каждый шарик теста в достаточно тонкий пласт размером примерно 30 на 40 сантиметров фужером или стаканом будем вырезать из этого пласта круглые лепешечки диаметр моего стакана приблизительно 5 сантиметров уберем лишнее тесто а затем опять раскатаем его в тонкий пласт жарить наши лепешечки будем в очень горячем масле очень важно чтобы масло покрывало лепешечки полностью при этом условии лепешечки наполнится внутри воздухом и раздуются в шарик жарим на среднем огне и следим чтобы ничего не сгорело как только лепешечки надуются в шарик можно перевернуть их на другую сторону и еще немного обжарить готовый хворост должен быть золотистого цвета выкладываем хворост на бумажное полотенце чтобы избавиться от излишков жира если лепешечки обжаривать в небольшом количестве масла то лепешечки не раздуваются а получаются вот такими вот плоскими справа это хворост который получился при обжарке когда тесто полностью было покрыто маслом вот такое чудо тесто очень тонкое слоеные хрустящие ну а слева хворост который обжаривался в небольшом количестве масла и по вкусовым качествам он ничем не уступает предыдущему хворосту хворост можно есть просто так он невероятно вкусный а можно посыпать его сахарной пудрой и подать к чаю готовьте на здоровье приятного аппетита до встречи на моем канале